Добрый день, уважаемые коллеги и представители жюри. Тема доклада «Базальный клеточный рак» выполнила Исентаев Арман Алексеевич и Бакива Илья Рамилевна, научный руководитель Шестнила Вера Николаевна. Являясь наиболее распространенным в популяционном образовании базалилома, кожа ассоциирована с значительной заболеваемостью и затратами на медицинское обслуживание. Продолжающие исследования позволили освежить наше представление о течении заболеваний, пересмотреть подходы к диагностике и лечению. Цель – изучить современные данные о различных аспектах базалилома. Материалом методом послужили обзор литературы современного состояния проблемы по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики и лечения базалилома. Базальный клеточный рак кожи – самая частая немиланомная опухоль кожи, злокачественная опухоль кожи, происходящая из эпителиальных клеток, базальных клеток, кератиноцитов, эпидермиса кожи или эпидермиса волосемых поликов. Нет единого этиологического фактора, вызывающего базалилома. Самым значительным фактором риска спарадических форм базалилома является воздействие на кожу к ультрафиолетовому излучению типа B и типа A. При этом чувствительность кожи к ультрафиолетовому воздействию различается у людей и может быть классифицирована на 6 типов, где первый и второй отличаются наиболее чувствительностью, а пятый и шестой – наименьший. Также следует отметить такие факторы риска, как врожденный или приобретенный иммунедефицит, помимо этого пигмент на ксеродерму, лица, имеющие контакт с мышьяком и ионизирующей радиацией. Во многих случаях меланомная опухоль кожи развивается на фоне предшествующих предопухолевых новообразований. Существует также ряд наследственных синдромов, в рамках которых возможно возникновение базалиома. Это синдром Горни-Мингольца, синдром Базекса, синдром Ромба, синдром одностороннего базально-клеточного невуса. В Российской Федерации, как и во многих странах, базально-клеточный рак не учитывается отдельно от других немиланомных опухолей кожи. Однако, по некоторым данным, на базалиому приходится около 80% всех случаев немиланомных опухолей кожи. Базалиом считается самым распространенным опухолем у людей. Заболеваемость сильно отличается в зависимости от широты проживаний и существенно выше у людей со светлым фототипом кожи. Классификация базалиома осуществляется согласно международной гистологической классификации базалиом кожи и некоторых опухолей кожи из кератиноцитов по стадиям и в соответствии с фактором риска рецидива. На данном слайде представлена верификация согласно гистологической классификации по стадиям ТНМ, которые используются, и также по соответствии с фактором риска рецидива в зависимости от локализации первичной опухоли. Клинический спектр довольно широк, различают три основные. Это узловатая, склеродерноподобная и поверхностная, и также другие особые формы. Поверхностная форма базалиома характеризуется эритоматозным пятном с четкими границами. Неправильная форма, не отвечающая на тропическую противовоспалительную терапию. Типичная локализация данной формы кожи туловища. Поверхностная форма может носить множественный характер и варьеры в размере от нескольких миллиметров до 10 сантиметров и более. На поверхности новообразования могут встречаться серозные геморрагические корки. Узловая или надулярная форма представлена полушировидным узлом с гладкой поверхностью серо-розового цвета с перламутровым оттенком. Типичная локализация лицо и волосистая часть головы. Часто периферии элемента представлены великобразным краем, состоящим из мелких жемчужин. На поверхности элемента может присутствовать эрозия или язва, покрытая геморрагической коркой. Более обширное поражение сопровождается центральным некрозом и расценивается как язвенная форма. По типам поверхностной или надулярной формы позади клетчатого рака является пигментная форма, которая представлена пигментированным пятном или узлом серо-черного цвета и клинически может неправильно диагностирована как меланома. Склеродермоподобная форма. Представлено рубцово-подобным участком белесоватого цвета, без четких границ, с периферическим расположением жемчужных папу. В центре выявляются точечные участки гиперпигментации, эрозии различных размеров, атрофические изменения, дисхромия. Метатипическая форма сочетает в себе признаки как базально-клеточного рака, так и признаки плоскоклеточного рака. Клинически представлены одиночным узлом с изъязвлением на поверхности, покрытым геморрагической коркой. Критерии установления диагноза – это данные анамнеза, данные физикального обследования и данные патологоанатомического исследования биопсидного материала, а в ряды случаев также цитологическое исследование опухолевого материала. При сборе анамнеза необходимо обратить внимание на следующие факторы риска. Данные физикального обследования. Здесь необходимо провести дерматоскопию, так как она повышает точность неинвазивной диагностики и уменьшает потребность выполнения биопсии. Здесь представлены специфические признаки. Лабораторная диагностика необходима всем пациентам с клиническим подозрением на базально-клеточный рак, а также для составления дальнейшего плана обследования и лечения. Предпочтение отдаётся инцидионной панчобиопсии на всю толщину кожи. Лечение. Складывается это хирургическое лечение, резекция участка, деструктивные методы лечения и лучевая терапия. Хирургическое лечение является действительным способом, но по соображениям о сохранении функции, и косметические результаты предпочтение отдаётся лучевой терапии. Деструктивные методы – это электрокоагуляция, криодеструкция, фотодинамическая терапия и топические средства. И также это лучевая терапия. Анализ данной современной литературы об эпидемиологии, теологии, классификации и особенностях клинического течения базально-клеточного рака позволяют практическому врачу расширить объём знаний по данной проблеме и использовать их в своей повседневной деятельности. Спасибо за внимание.